приветствую всех на своем канале орхидея татьяна хочу с вами сегодня поговорить о таких прекрасных растений как и данный момент пеларгония плющелистная сейчас вам показываю сортовая пеларгония плющелистная это вива каролина она очень красиво махровыми цветами цветет замечательное растение не вытягивается она формируется сама не удлиняет свете это и уже третий год и я брала с ней черенки но она на 1 наращивает с нижних пазух листочков со спящих почек все время новые череночки в общем мне нравится это растение пострадь такое замечательное красиво она нежно-белая серединка зеленая когда нам но полностью цветоносая распустит а край розоватый такой махровость хорошая махровая сетика и маленький набитый и форму держит розочки она не сыпется хорошая к пеларгошка а вот у меня пеларгония есть такими красивыми разводами на листиках я правда название не знаю но она очень красиво да сильно много света они зеленые а затем а может быть даже не за этому может быть когда они молодые они зеленую с полосочками а потом они зеленее чистая становится так вот на этом примере вот распускается молоденький листочек видите какой он какой красивый гофрированный как скрученный даже только распускается видно что он молоденький затем он такие прожилочки хорошие симпатюлечки а затем зеленые листочки следующие это у меня первый год растения еще не цвело не показала свои цветочки так как я все время обрываю хочу чтоб хорошо укоренилась растение то есть цветение я буду любоваться ним в следующем году а для того чтобы но она не удлиняла сильно я его прищипываю видите пошел молодой ростик я вот эти вот два молодых листочка обрываю и просто выбрасываю не укореняю мне нужно чтобы она крепла стала пушистенькая и радовала меня на следующий год вот эти вот тоже молодые ведь молоденькие раз и прищипнула жалко конечно красивый такой замечательный молоденький листик но у меня из пазух проснуться новые листочки новые росточки из каждой спящей почки так как я верхушку прищипнула будут новые лезть листочки соседи сильно шумят не дают мне с вами поговорить о моем любимом занятии вот я взяла следующую пиларгонию хочу показать что буду делать с этой пиларгонии видите это более крепкая пиларгония она уже цветет видите какие красивые у нее темная такие они насыщены как лакированные цветочки у нее было очень много цветоносов я не даю им долго цвести вот так они поцветут немножко начинают засыхать и я обламываю потом появляются вот в пазух новой цветоноски тоже я ее прищипывала и она опускает вот молодые веточки из спящих почек а вот эти листочки которые желтые их можно просто удалять они во первых и декоративность некрасивая а во вторых они не нужны они уже пожелтели силы забирают пусть лучше молодые листочки растут видите это не болезнь это просто излишки влаги может быть ну так как дожди у нас были может быть от солнца на улице у меня а вот эти вот рожки каких называю желательно обрезать и сформировать растения вот еще желтый в центре серединке надо было вынуть эти листочек на чем он нужен я хочу чтобы зелененькие были вот такие красивенькие это этот листочек можно оборвать покажу вам как я буду коренять это растение но для начала сейчас покажу как сформировать подготовить на зиму пеларгонию плещелистную в каком состоянии она должна зимовать вот это растение я сегодня трогать не буду а покажу вам еще одно растение это плещелистная пеларгония она уже отцвела она очень много цвела вот еще тоже бутончики пускают это двухцветная пеларгония она у меня красная с такими полосочками красивым прожилка сейчас я хочу ее укоренить покажу вам какие я части веточек буду брать для укоренения вот эти желтые листочки я их просто об облавливаю это результат солнца дожди и вообще они уже наверно как говорится постарели и пора им уйти и освободить место для молодых листочков я вот так обчищаю все свое растение просто потянула за листочек они обламываются очень легко даже без секатора не нужно ничего сделать брать секатор какие-то инструмент просто легко на же нажатием такой щелчок проявляется и они обламываются а подготовить нужно обязательно растение газемета как уже на улице становится ночью прохладно если позже занести растение в дом она начнет вообще интенсивно желтеть листочки ну и вот сильно болеть а сейчас пока не сильно еще перепад температуры нужно занести в помещение не включено еще отопление и растение адаптируется к вашей комнатной температуре а затем когда включите отопление она постепенно привыкнет и к отоплению конечно его размещать нужно на окошке чтобы не сильно ему было жарко чтобы горячий воздух не поступал прям на листочки ближе к окошку сейчас я до обрываю покажу что буду делать дальше а дальше будет самое интересное дальше будет формировка растения сейчас пока подготовка к формировке вот обрываем эти листочки ненужные ну вот в таком состоянии примерно оставлю это растение и сейчас мы будем его вместе с вами на моем канале формировать потому что в таком состоянии если я занесу все своих допустим 50 горшочков то где же я их размещу в летнее время можно на улице там подвесила кашпо подвесные вот такие вот на но красиво а в зимнее время ну мне надо немножко как бы его сократить рост чтобы она поменьше было и росло тем самым смотрите я беру секатор и начинаем обрезать веточки веточки не просто буду обрезать и выбрасывать а буду их укоренять для того чтобы укоренить веточку мне нужно правильно взять и выбрать экземпляр итак приступим для начала обрежем растения вот смотрите вот этот молодой ростик зелененький он пошел строго вверх вот эту веточку я обрезаю и убираю от этого растения она пойдет больше силы и потом прищипну верхушку и пустит молодых побегов побольше эту веточку тоже я уберу так как на ней никаких нет смотрите ну нам нужно не нравится тем вот эту ветку я уберу покажу какое количество веточек я уберу вот эту веточку и обрезаем покажу вот эту большую веточку я обрежу как она одревеневшая мне нужно вот эту веточку обрежу покрутим по кругу так обрезаем так оставим а вот эти вот боковушки я тоже немного уберу верхушки так как они удлинились не надо взять них черенки хороший будет череночек и вот здесь можно взять это верхушные через верхушечные черенки ночью хорошо укореняться сейчас в конце видео я вам покажу в чем я буду их укоренять посмотрите можно конечно и руками обламывать вот так они тоже легко обламываются можно секатором кому как удобно если секатор под руками почему не воспользоваться секатором вот этот наверное веточку вот она старенькая уже я ее хочу полностью срезать все в таком состоянии я оставлю свою пеларгонию она за время пока еще побудет на улице наберется молодых листочков окрепнет и я буду заносить ее квартиру а сейчас вот эти веточки которые я обрезал покажу как я буду их укоренять вот такой обрезанный кустик я оставляю чтобы он обрастал через время покажу вам что из него получилось вот такие прекрасные верхушечки для укоренения у меня остались вот эти нижние листочки я обрываю чешуечки вот эти снимаю и немножко оставлю чтобы они подсохли на полчасика укоренять будем следующем виде вот так как у меня садится батарея спасибо всем за внимание до свидания подписывайтесь на мой канал всем удачи всем пока сейчас нет всего вам доброго удачи всем пока